...самолёт Як-3, который в ходе ведет действия войны, мне пришлось вести боевые действия. Хороший очень самолёт. Один из лучших. Здравствуйте, я Берт Ланкастер. Я нахожусь здесь с человеком, который сыграл уникальную и поразительную роль в неизвестной войне против немцев. В 1942 году он был старшим лейтенантом. Сегодня он маршал авиации Покрышкин. 22 июня 1941 года, после внезапной атаки, немцы застигли врасплох и уничтожили более двух третей советских самолётов, которые не успели подняться в воздух. Гитлер и его генералы полагали, что этот сокрушающий удар очень быстро завершит войну в России. Они ошиблись, поскольку русские продолжали бороться. Они разработали новую тактику, и военный перевес постепенно оказался на их стороне. В период Второй мировой войны сам маршал Покрышкин сбил 60 нацистских самолётов. Высшая военная награда, золотая звезда Героя Советского Союза, была присвоена маршалу трижды. Вы сделали невероятное количество вылетов. И всё же вам удалось уцелеть. Поделитесь с нами вашими воспоминаниями. Пожалуйста. Вообще, моя мать после войны говорила мне, что я потому выжил, что родился в рубашке. Это, конечно, шутка. Мне пришлось сражаться с первого до последнего дня войны. Я был неплохим пилотом и стрелком уже до войны. А во время войны я изучил технику военного боя. Всё это помогло мне сбивать нацистские самолёты и при этом остаться живым. Лучше воевать, сбивать немецких фашистских самолёты и в то же время самому выжить. Я вижу, маршал, что среди ваших наград есть и американская. Расскажите нам об этом. В 1943 году на Кубани я воевал на американском. Истребитель «Аэрокобра» – очень хороший самолёт. Больше всего мне нравилось его вооружение. 37-миллиметровая пушка, два крупнокалиберных пулемёта и два обыкновенных пулемёта. Я подсоединил их всех к одной кнопке управления. Когда встречаешь немца, значит, надо к нему подлететь, вот так. А затем нажимаешь на кнопку, и всё, кончено. Это был хороший самолёт. И за мои победы на этом американском самолёте на Кубани в 1943 году мне была присвоена американская награда. В 1943 году на Кубани. Спасибо, маршал Пакришни. Спасибо.